Салют подписчикам канала Atom Asim и случайным зрителям этого видео. Ко мне на обзор попал новенький смартфончик от компании Infinix. Модель называется Note 12 Pro 5G. Не путайте с версией 4G. Там более слабый процессор. И есть еще на Алиэкспресс версии Note 12. Не Pro версии, ребят, но внешне они очень похожи. Стоят, соответственно, дешевле. Тоже не спутайте. Вот эта вот версия Note 12 Pro 5G. Это самая заряженная версия из 12 Pro. Стоит этот смартфончик недорого, ребят. По сегодняшним меркам около 18 тысяч его можно приобрести на Алиэкспресс. Я ссылку в описании оставлю. Это официальный продавец Infinix Official Store. Он продает этот смартфон. Причем давайте посмотрим в двух комплектациях и в двух цветах. Есть белый и есть черный. Глобальная версия. У меня на обзоре смартфон в черном цвете. Ну и давайте посмотрим, что тут есть. Во-первых, память сразу видно 8128. В принципе, неплохой объем за эти деньги. И также сам смартфон вот в таком вот целлофане. Тут есть 5G. Ну, судя из названия, понятно. Процессор Dimensity 810 установлен. 6-нанометровый. Очень неплохой процессор, ребят. Он не греется. У него отличная производительность. Позже я сделаю тест. Покажу вам результаты теста. Очень классный проц. Он на сегодня тянет абсолютно все, что есть в Play Market. Потянет также тот же Genshin Impact, тот же PUBG Mobile. Все он тянет без проблем. И смартфон при этом не нагревается. То есть золотая середина линейки Dimensity. Очень неплохой проц. С камерой на 108 мегапикселей. И AMOLED-экран тоже для, ну, относительно недорогого смартфона неплохо. 6,7 дюймов Full HD+. Класс. Вот, сзади большие такие колодцы камер. Ну и давайте я достану смарт, чтобы вы посмотрели, как он выглядит. То есть у него есть такой какой-то рисунок интересный. Блок камер двухуровневый тут. То есть, ну, по моде, да, по сегодняшней. Это основная площадка. И на ней вот такие выступающие колодцы. При этом, кстати, из корпуса это дело не очень сильно выпирает. И блок камер еще дополнен тут вот таким вот визуально как бы увеличивающим основную плашку глянцевым оформлением. Все это дело будет заляпываться, если вы будете пользоваться телефоном без чехла. Напомню, что у меня телефон в черном цвете корпуса. Но по факту он, смотря под каким углом мы бросаем взгляд на него, ребят, он получается то ли синий такой, то ли вот как раз таки черный. То есть такой вот, можно сказать, скорее всего он темно-синий. Вот. И выполнен он по современным тенденциям. То есть это такой вот рубленый аппарат. У него полностью плоская задняя крышка, рубленые грани боковые. И стекло также полностью плоское. То есть сюда вы сможете спокойно наклеивать какие-то защитные пленки, защитные стекла, гидрогели. Проблем никаких нету, но с завода сюда уже наклеена пленочка. Причем неплохого качества. Не знаю, по-моему, без олеофобного покрытия. Помимо всего прочего, в комплекте есть, опа, китайцы, смотрите, нам уже доплачивают, чтобы мы смартфоны их покупали. На самом деле это просто какой-то скидочный купон на один бакс. Есть еще какая-то бумага. В общем, все это неинтересно. Вот. В комплекте есть чехол полноценный, силиконовый. Причем, смотрите, как раз защитой блока камер. Не нужно отдельно с Алиэкспресс какие-то чехлы заказывать. Ну, вот нормальный чехол полностью защищает смартфон. То есть у нас блок камер полностью защищен. Как раз-таки вот эта вот глянцевая часть камеры не заляпывается. На чехле нету каких-то заглушек, гнезде зарядки. В общем, нормальный чехол, ребят, можно другой чехол не покупать. Также, смотрите, есть наушники в комплекте. Это вообще уже редкость. Проводные вот такие вот уши с 3.5 джеком. Ну, кабель зарядный, естественно. И вот такой блок зарядки. По характеристикам он выдает максимально 33 ватт. То есть этот смартфон, ребят, поддерживает быструю 33-х ваттную зарядку. Что, в принципе, очень неплохо. С учетом того, что стоит он достаточно небольших по сегодняшним меркам денег. Смартфон сам по себе не маленький. В принципе, это современная такая лопата. Но я думаю, большинство из вас уже привыкли к использованию подобных аппаратов. Вот для сравнения Poco X3 Pro. Но, в принципе, они достаточно похожи по габаритам. Смартфон в руке лежит очень приятно из-за рубленных граней. Не чувствуется, что это какое-то бюджетное устройство. И, в принципе, ребят, хочу сказать, что мне этот смартфон реально понравился. Во-первых, тут есть некий баланс. Мы имеем на борту 3.5 джек для подключения проводных наушников. До сих пор эта штука остается актуальной, потому что и в автомобиле можно паук с смартфон подключить. Это круто. С правой стороны кнопка питания с вшитым в нее сканером отпечатка пальцев. Это также круто, потому что это удобно, во-первых, удобнее, чем подэкранный сканер. И тут также производитель немного сэкономил, что также сыграло нам на руку. С другой стороны лоток под сим-карты. Давайте посмотрим, можно ли тут расширить память в этом смартфоне. Ну, вот такой вот лоток. И сразу вижу, что сюда можно установить карту памяти. То есть лоток интересно очень сделан. Он двойной. С одной стороны мы можем установить две сим-карты. С другой стороны установка карты памяти идет без потери второй сим-карты. То есть это так называемый царский лоток. И, соответственно, вы покупаете смартфон. Он в единственной версии продается 8128. И можете расширить память, если вам 128 гигов будет не хватать. Ну что ж, вот с лицевой стороны включаю смартфон. И сразу, наверное, вы могли обратить внимание, что тут фронталка выполнена в виде капли. Да, это тренды такие уже четырехлетней давности, наверное. Причем, ребят, смотрите, фронталка в такой достаточно крупной капле. И как-то напоминает мне какой-то Redmi Note 7 Pro, наверное. Тем не менее, экран тут большой. 6,7 дюйма. И это, ребят, AMOLED матрица. То есть, опять же, не помазьте круто. В среднебюджетный смартфон добавляют AMOLED матрицу. Которая раньше была прерогативой флагмана. Экран очень хороший по качеству. У него приятная цветопередача. То есть цвета какие-то насыщенные. Но не вырви глаз. Не как на старых AMOLED. С телефоном действительно приятно взаимодействовать. То есть, тут приятно и фильмы посмотреть, и в игрушки поиграть. В руках телефон лежит отлично. И ты вот, ну, кайфуешь реально от его использования. Если более подробно посмотреть на характеристики дисплея. Давайте в AID заскочу. Значит, тут разрешение 1080 на 2400. Отлично. Но, смотрите, частота обновления 60 Гц. И вот если мы зайдем в настройки и пройдем в настройки экрана. Повысить частоту вы тут не сможете. То есть, вот этой новомодной фишки, типа повышения частоты, тут нет. То есть, максимальный экран шпарит на старый добрый 60 Гц. Но, в принципе, можно пользоваться реально и 60 Гц. То есть, каких-то, блин, прям неудобств я от этого не испытываю в этом смартфоне. По настройкам экрана, что еще можно? Яркость настроить, включить адаптивную регулировку яркости. Ну, поскольку это AMOLED-экран, есть функция Always On Display. Причем, вы можете не только включить эту функцию, но еще и настроить ее вид. Вот сейчас у меня классический Always On Display стоит. Вот нажимаю применить. И, смотрите, я выключаю дисплей. Так вот выглядит эта функция. Но, почему-то, спустя непродолжительное время, эти цифры гаснут. То есть, нужно постоянно как-то взаимодействовать с телефоном. Либо на экран нажать, чтобы появился Always On Display, либо телефон взять в руки, чтобы сработал G-сенсор. Просто бросить косой взгляд на смартфон, лежащий на столе, не получится. Ну, в принципе, тут настроек много. Можно и размер шрифта настроить. В общем, ну, все как на обычном смартфоне. Включить темную тему, сменить обои и так далее. Есть режим чтения. Далее, что хочу сказать. Телефончик этот из коробки уже работает на 12-м андроиде. Это круто. Актуальная версия андроида. И тут поверх андроида установлена оболочка от Infinix. И называется она XOS. На данный момент это версия 10.6.0. В принципе, я думаю, эти цифры вам ни о чем не говорят. Но, в целом, вот полазив в настроек их смартфона, попользовавшись им чуть-чуть, могу сказать, что оболочка очень интересная, ребята. У нее есть очень много классных фишек, которых я до этого не встречал в других смартфонах. Помимо прочего, есть и очень много вариантов кастомизации. Например, мы можем изменить настройки внешнего вида. Сейчас они классически стоят. Но мы можем включить, например, крупные папки. Тогда смартфон будет напоминать какое-то творение от Apple. В принципе, что-то похожее. Согласитесь? Но при этом есть у нас и выделенное меню с приложениями. Тут сейчас я установил только Antutu и AIDA64. Вот это вот все остальное добро тут было уже установлено из коробки. В принципе, завала особо приложениями нет. То есть, какого-то стороннего софта такого прям кардинального нету рекламного. Вот так вот выглядит шторка. Тоже немножко необычная. И она тут двойная. С правой стороны проводим. Открываются быстрые настройки. С левой стороны проводим. Открываются уведомления. Что касается настроек, ребят. Давайте быстренько пробегусь по самому интересному. На самом деле, тут черт ногу сломит, сколько настроек. Мы можем настроить управление приложениями. Как-то оптимизировать работу приложений на смартфоне. Например, воспользовавшись диспетчером разрешений. То есть, выдать или запретить каким-то приложением различные разрешения на доступ к камере. Например, на доступ к микрофону. Потом можно настроить уведомления для каждого приложения. Можно настроить конфиденциальность на смартфоне. Например, отключить доступ к микрофону для всех приложений. Включить защиту конфиденциальных данных. Когда эта функция включена, ребят, приложение, имеющее разрешение, получит доступ только к пустым данным. То есть, мы включаем. Если приложение какое-то будет запрашивать доступ к контактам. Вот эта функция будет ввести их в обход действующим контактам на телефоне. И показывать, что ноль контактов на телефоне. Или ноль вызовов. Или ноль смс. И так далее. То есть, тоже очень интересно в плане конфиденциальности. Разблокировать смартфон можно сканером отпечатков пальцев. Паролем стандартным на экране. И также через Face ID. Есть детский режим, который превращает смартфон в обычную игрушку. И вы можете выбрать те приложения, которые доступны ребенку, когда вы даете ему смартфон. То есть, выйти из детского режима. Можно будет только ввести специальный пароль, который ребенок не знает. Чтобы он куда-то там не нажал. Вот, например, раздел есть еще «Марафонская выносливость». Тут вы можете оптимизировать батарею. Телефончик, ну, в среднем, в принципе, неплохо держит заряд батареи. Сюда установлен аккумулятор на 5000 мАч. И при этом, ну, как я говорил ранее, он поддерживает быстрый 33-х ваттный заряд. То есть, неплохой такой вот, ну, вполне себе стандартный объем батареи на сегодня 5000 мАч. Ну, при этом мы можем включить режим оптимизации. Включить ультраэкономию энергии, когда смартфон просто превратится в обычную звонилку. Также тут, как на любых других современных смартфонах, можно расширить оперативную память из коробки. То есть, тут изначально установлено 8 гигабайт. Но мы можем сделать так называемый файл подкачки. От общей памяти. И выбрать объем 2, 3 или 5 гигабайт. В принципе, на данный момент сейчас это не особо актуально. Потому что телефончик быстро работает. 8 гигов на середину 2022 года хватает за глаза. Но на перспективу, например, если вы смарт берете на 2, на 3 года. Когда он начнет медленнее работать, вы как-то сможете воспользоваться расширением памяти. И тем самым продлить еще чуть-чуть время использования смартфона. Но телефон при этом работает достаточно шустро. И шустро он работает здесь не только из-за нормального объема памяти оперативной. Но и из-за хорошего процессора. Сюда установили Mediatek Dimensity 810. Очень неплохой чип от MTK. Он новенький, построен по 6-нанометровому техпроцессу. И у него 8 ядер. То есть из них 6 ядер энергоэффективных Cortex-A55 на 2000 МГц. И 2 ядра Cortex-A76 мощных ядра на 2400 МГц. То есть максимум он шпарит на 2400 МГц. В принципе, этот процессор, ребят, не нагревается сильно при нагрузках. То есть телефон в печь не превращается. И мощности вот этого процессора хватает для современных игрушек. Для тяжелых даже современных игр. За график тут отвечает Mali-G57MC2. И вот эта вот конфигурация очень, повторюсь, классно ведет себя при играх. И в том числе при тестах. Я провел тест в Antutu. И смартфону удалось набрать 388, ну почти, ребят, 400 тысяч баллов. Что для смарта за 18 тысяч рублей очень классный результат. При этом, ребят, если более подробно посмотреть, то центральный процессор 106 тысяч баллов набрал. Графический 93. И смотрите, тест Antutu это тяжелый тест. Он довольно длительный. Но при этом процессор во время теста нагрелся до 33 градусов. Что, в принципе, очень немного. И опять же, я повторюсь, что этот телефон, этот процессор, ребят, не греется при нагрузках. Ну а, соответственно, раз он при нагрузках не греется, то он и не троттлит. Я провел троттлинг-тест. Получился вот такой вот классный результат. То есть, смотрите, на протяжении всего теста частота процессора была на максимуме. То есть, даже в салатовую зону, я уже не говорю о желтой, как-то падения не было. Максимально 167 гипс, минимально 158 гипс. Результат просто шикарный. То есть, Dimensity 810 не только 5G в этом смартфоне может реализовать, да, в сети. Ну и дает хороший запас производительности на несколько лет вперед. То есть, можно спокойно брать этот смартфон. Теперь по камерам хочу сказать. То есть, тут у нас 108 мегапикселей основной модуль. Ну, как бы звучит это все дело круто. По факту, в принципе, тоже получается все неплохо. Но есть пару моментов. Тут три модуля. Основной 108, да, второй модуль это макро. И третий модуль это модуль глубины. То есть, ширика тут, к сожалению, нету. А был бы он тут очень кстати. Тем не менее, вот основная камера. У нее снимки получаются, мне кажется, на вполне себе неплохом уровне. То есть, тут апертура f1.75. Да, телефончик недорогой. Но камера вот с учетом вот этого ценового сегмента получается очень классной. Снимки получаются детализированные. И слегка есть перекос в цветах. То есть, есть такая насыщенность цвета. Вот, к примеру, я фотографирую, да. И вот как вы видите это в реальности. Фанера и вот эта синяя наклейка. И вот как все это выглядит уже на готовом снимке. То есть, более такие насыщенные цвета. Но, мне кажется, глазу намного приятнее на них смотреть. В камере очень много настроек. Тут есть и режим HDR. И можно включить 108 мегапикселей, активировать. Есть различные режимы съемки. Есть бьюти режимы. Есть портретный режим. Режим супер ночь. И, кстати, вот этот режим супер ночь тоже очень круто отрабатывает. Вот, например, обычный снимок ночью, да. И рядом с ним кадр через режим супер ночь. Разница прям колоссальная. То есть, как будто это сфоткано просто в сумерках. В камере есть искусственный интеллект. И плюс ко всему мы можем еще включить супер макро. В принципе, он тоже неплох. Но фокусное расстояние у него 4 сантиметра. И автофокуса тут нет. Но для таких каких-нибудь рабочих снимков, например, пойдет. Для художественных нет. И по видео, что хочу сказать. 1080p и максимум телефон снимает в 2к. То есть, это 1440p. То есть, 4к тут нет. Ну что, ребят, 1080p, 30 кадров в секунду. Вот так вот в темноте смартфон записывает видео. В принципе, качество съемки неплохое, с учетом того, что темно. Но можете оценить качество записи звука еще. Как-то вот так вот все это выглядит. Далее, что классно, ребят. Тут по современным тенденциям стереозвук. И он очень громкий и качественный. Смотрите. То есть, тут установлено два динамика рабочих на воспроизведение аудио. Нижний динамик, он сверху установлен. Это удобно, потому что вы телефон горизонтально держите во время игр. Например, вы динамик не перекрывайте ладонью. И основной динамик слуховой, он у нас работает как на вывод звука во время разговоров. Так и на вывод звука во время воспроизведения аудио. То есть, в принципе, звук тут супер. И классно, что здесь стереозвук. Потому что это современное. И с таким вот большим качественным экраном, ребят. В принципе, он тут действительно необходим. Потому что вы с этого смарта будете смотреть видосы, играть в игрушки. Потому что производительность тут, опять же, позволяет это делать. Тем не менее, вот если открыть шторку, тут полазить так более внимательно посмотреть. То тут, например, нету NFC. Причем, сети последнего поколения 5G есть. NFC почему-то нету. Возможно, убрали отсюда NFC. Потому что в версии Note 12 Pro 4G NFC есть. Чтобы как-то конкурировать между моделями. Возможно, отсюда NFC выпили. Тем не менее, конкуренция и так была бы. Потому что в 12 Pro 5G установлен более интересный процессор. Более мощный. И телефончик получается более производительным. В целом, в принципе, телефон классный, ребят. Мне он действительно понравился. Он и выглядит клево. И экран у него хорошего качества, большой. И производительность очень неплохая. Хватит ее на несколько лет вперед. И вот эта вот система XOS. Тоже очень интересная. Очень много в ней настроек. Скучно, с ней не будет. То есть тут можно настроить практически все, что вам надо. Единственное, да. Вот, ну, например, фронталка. Выполнена как-то несовременно. К этому можно придраться. И отсутствие NFC. И вот это, наверное, два минуса. Если они для вас несущественны, можно без проблем брать Smart. И память можно расширить. И наушники подключить. В принципе, очень хорошо сбалансированное устройство. Вот такой вот Infinix Note 12 Pro. Спасибо вам огромное, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, если хотите. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok